Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И вы знаете, у нас уже формируется за те годы, что наша программа в эфире формируется с традицией. Каждый Новый год, да, 31 числа. Так вот, каждый раз одна из традиций заключается в том, что каждый раз, когда журнал «СНОБ» выпускает литературный номер, мы его здесь анонсируем, и к нам приходят авторы этого литературного выпуска «СНОБа». И в этот раз то же самое произошло, и на этот раз очень интересная тема была выбрана для литературного номера «СНОБа» под названием «Время действия – ночь». Стихия ночи. Мы продолжаем изучение стихий, и вот сейчас мы говорим о стихии ночи. Вы знаете, в самом деле для нашей культурологической, такой социологической программы огромный благодатный материал, потому что ночь, она вообще ужасно противоречива. С одной стороны, она романтична, да, это прогулки под луной, по затихшему, при тихшему ночному городу, под шелест листвы на бульварах. С другой стороны, она очень физиологична, да, причём не только физиология любви, но и физиология как бы человеческих отношений, да, очень много разбираются люди в своих отношениях ночью. С одной стороны, ночь очень коллективна и социальна, да, это время клубов, это время общения, это время встречи. С другой стороны, ночь – это время одиночества, когда человек остается наедине с самым собой, когда его не отвлекают шумы большого города. Ночь – это время сна, и в то же время это время бессонницы, скажем, Пушкинской или Цветаевской бессонницы. Так что ночь – это огромный совершенно социальный феномен, который, мне кажется, в XX веке стал еще более обширным, еще более пространным. Ночь завоевала социальное и временное пространство в XX веке. Люди стали меньше спать, люди стали заполнять ночь какими-то действиями. Так вот, об этом и во всем и хотим поговорить сегодня. И в гостях у нас заместитель главного редактора проекта «СНОП» Сергей Николаевич. Добрый вечер, Сергей. – Здравствуйте. – Главный редактор. – Главный редактор. – Он не заместитель. – Главный редактор. – А, главный. Так, ну давайте снова тогда анонсируем. У нас, видимо, старая информация здесь была. В гостях у нас главный редактор проекта «СНОП». – Нет, это журнала. – Журнала. – Журнала, все. А, проект, а проект это ускорб. – А проект это Кольда. – Понятно. Третья попытка, да. С третьей попыткой должно получиться. В гостях у нас главный редактор журнала «СНОП» Сергей Николаевич. Добрый вечер, Сергей. – Вообще-то надо даму сначала представлять. Это, ну, как бы сказать, по этикету. – По этикету, Людмила Степановна. – Да, сначала. – Но дело в том, что здесь, помимо этикета, у меня еще была, так сказать, такая, ваше представление вас должно было подвести к такой очень важной подводке. – Ах, ну я вообще даже не ожидала. – Да. – Благодарю, не ожидала, как говорила моя мама. – Так что да, уже этот человек, собственно, сказал здесь присутствующий. Это Людмила Степановна Петрушевская. Я думаю, ее не нужно представлять. Про заик, драматург, певица. И вы знаете, что для меня особенно важно, что она автор одного из... я считаю ключевых текстов новейшей русской литературы под названием «Время-ночь». И очень важно, что она сейчас здесь, потому что вот во второй части нашей передачи, чуть позже, хотелось поговорить именно об этом ее романе и вообще о ночи, как о времени вскрытия, да, язв общества, времени вскрытия таких подоплеки социальных отношений в обществе. Так что, Людмила Степановна, добрый вечер. – Добрый вечер. – Вот вас и представил. Рад вас видеть в этой студии. – Спасибо. – Ну что ж, Сергей, может быть, вам первый вопрос. А кому вообще пришла в голову эта идея составить, я считаю, совершенно великолепная идея, замечательная, составить специальный литературный номер про ночь? – Ну, наверное, это прозвучит как-то не очень скромно, если я скажу, что эта идея пришла мне. – Браво. – Ну, это действительно так. В общем, каждый раз, когда возникает надобность в этом литературном номере, и мы готовим его довольно долго, по полгода, то мы действительно как-то выбираем темы. И я помню, и у нас была замечательная с вами программа, посвященная книге «Все о моем отце», но тогда это, кажется, был журнал, это был все-таки тот же самый декабрьский номер основы, и он был об отцах. Потом мы сделали номер о Еве, «Все о Еве», потому что меня все измучили вопросами, ну, в следующий номер-то будет «Все о моей матери», но было как-то очень скучно делать еще о моей матери. – Слишком симметрично. – Слишком симметрично, да, слишком предсказуемо. – И кроваво, я бы сказала. – Да, но я на самом деле не отказываюсь от этой идеи, но все-таки мы решили назвать ее «Все о Еве». И потом была «Красная стрела». Это еще было, ну, кажется, у нас не было повода по этому поводу поговорить, но был номер, посвященный, который назывался «Красная стрела». Это все, что происходит во время путешествия, что с вами может случиться во время дороги. И вот наш последний опыск, это июльский, наш летний номер, который называется «Время действия – ночь». И, в общем, с самого начала ключевым словом была «ночь». И когда я звонил нашим замечательным писателям и говорил, вы знаете, вот мы решили, что вот будет номер, посвященный ночным каким-то приключениям, происшествиям, событиям. Но главное условие действия должно происходить ночью. И, вы знаете, очень многие откликнулись и как-то легко на это пошли, потому что ночь, как вы замечательно сказали вот в этой преамбуле, это действительно какое-то особое время души, когда что-то с нею происходит. И вот таким образом, значит, была задана тема. Знаете, это как в детстве, как в школе, когда учитель задает некую тему сочинения. Вот я каждый раз чувствую себя таким учителем, который задает тему, ну, кому, каким замечательным людям, потрясающим писателям. Ну, да, вообще умение сформулировать тему, поставить вопрос, оно иногда, я не знаю, огромную часть составляющей успеха, да, скажем, Дижонская академия, которая сформулировала тему, из которой выросла, собственно, труды Руссо. Вот, когда он увидел эту тему, он вспоминает о него. А какая была тема? О том, по-моему, улучшается ли человеческая натура. Вот. Исправляются ли человеческие нравы. И, собственно, Руссо весь из этой темы, да. Но еще очень важным обстоятельством было то, что два года назад мы выпустили первый диск, Людмила Стефановна Петрушевская, он назывался «Не привыкай к дождю». И как-то уже за эти годы собрался еще один диск. Причем, если в прошлый раз у нас были определенные трудности с покупкой авторских прав, потому что музыка была известных шлягеров, эти все шлягеры принадлежат большим компаниям, с ними трудно всегда договариваться, то на этот раз моя задача была гораздо проще, потому что Людмила Стефановна написала сама музыку, естественно, сама стихи, и сама их исполнила. То есть у нас был только один автор. И это было для решения многих проблем. Впрочем, вдохновился-то я на самом деле названием, которая песня, которая мне прелестная, «Ночь моя подруга». Выяснилось, что все-таки музыка «Ночи моей подруги» принадлежит таки кому-то. И тогда Людмила Стефановна таким царским жестом еще придумала несколько песен, она их записала. И в результате вышел этот диск, который называется «Сны о любви». «Сны о любви» — это тоже каким-то образом рифмуется. С «Ночью», да. Так что тут как бы такая двойная премьера и журнала, и диск, что для меня было бесконечно важно. И я думаю, что Людмила Стефановна тоже, наверное, это тем, что мы скажем. Господи, помилуй. Как не то, что важно. Вот Сережа, это, знаете, неловко в его присутствии говорить, но он действительно генератор. Причем генератор всю свою жизнь. Я не знаю, в каком возрасте вы стали главным редактором этого интересного журнальчика «Советский театр за рубежом»? У меня было мало лет. Мало, ну, в общем, где-то лет 20, наверное, было. Вот. И, значит, я была запрещена. Тотально. Да, да. Категорически и совершенно. Вот. И стало быть, значит, и вдруг мне поступает предложение, что две, по-моему, пьесы у меня даже были. Три пьесы. Три пьесы будут переведены на венгерский. Ну, не надо. Английский, испанский, немецкий, французский. Основные европейские языки. Не надо. Ну, при этом еще и румынский. Чаушевску был в восторге, я думаю. Вот. И венгерский. Ну, я просто, приехав в Венгрию, получила от своих переводчиков вот этот журнал, потому что это они переводили. Я, честно говоря, вообще не верила, что что-то получится, потому что слишком уж красив был этот молодой человек и как-то резко выделялся вообще в этом нашем социуме. Ведь, в общем, тогда ведь было два типа людей, которые с бородой и которые коротко стриженные. Вот. Которые с бородой работали в домоуправлениях дворниками там, здесь печерами в больницах, в слесарне, которые коротко стриженные, занимали руководящие посты. И этот вот совершенно выступил в роли вот этого человека с бородой. Как-то так вот лазутчиком пробрался, значит, в этот самый, в их мир стриженных. Ну, сейчас у него тоже. Все очень коротко. В общем, он все равно притворялся как бы их человеком. Вот. Вообще очень трудно красивому мальчику существовать вот в любом социуме. Сразу всякие подозрения. И чем, собственно говоря, он берет? Если красота ей не верит. И ей, в общем, не то, что не верит, а ее подозревают. Вот понимаете? Красивая девушка – это сразу понятно кто. А уж что говорится про красивого мальчика? Это вообще кошмар собачий. Как вообще вы жили? Стереотипы. Как же вы жили вообще? Я не понимаю, Сережа. В общем, короче говоря, а потом Сережа, вот возник этот самый коммерсант, в котором прямую часть принимал также мой старший сын Кирилл, который просто с первого дня, может быть, это интересная деталь, он мне позвонил, а он работал санитаром. Он собирался стать врачом и работал санитаром в реанимации. И тут он мне позвонил, да, его выгнали из университета. Он учился, значит, структурной лингвистики, короче говоря, там, где математика, вот такой филологический… Это круто. Отделение структурной лингвистики на филофаке МГУ. Да, да, да. С математикой всем. Поздравляю вас. Константинной Поливановой в роли искрёстной мамы моего ребёнка. И, короче говоря, начался бунт, и мой ребёнок не замедлил сказать преподавателю английского, что она не знает языка. После чего его выгнали благополучно. А все остальные, значит, эти самые люди, они продолжали учиться. И закончили. А Кирюша работала у меня санитаром. И тут Кирюша мне звонит и говорит, мам, знаешь, меня берут то ли уборщицей, то ли редактором. Я так стала молиться сразу. Ну, уборщица-то понятно, вот. И вдруг он мне звонит и говорит, так, меня взяли вообще ребята. А это было началось с Гребом Павловским. Самое… Это было агентство «Постфактум». И это называлось агентство «Фактум». Ну, в общем-то. Да. Да. И, короче говоря, все эти три человека, Макс Ковальский, Кирилл и Володя… Яковлев. Да, Володя Яковлев. Это все вот они начинали. Значит, Кирюша мне позвонил и сказал, что, ма, знаешь, ты мне достань справочник. То есть это на английском языке экономический. Потому что его посадили в экономический отдел, ни с того, ни с сего. Короче говоря, я достала. А он мне говорит, да я уже все понял. То есть человек, который работает в иностранном отделе, должен знать все языки. Да? Я когда возвращалась из зарубежных поездок, Кирюша меня встречал, я ему кипу газет приносила. Вот тогда была такая связь. И, короче говоря, Сережа Николаевич не замедлил там тоже объявиться. И стал заметителем главного редактора. Журнала «Домовой». Который был первым, первым гламурным, сверкающим, невероятно интересным, поразительно хорошо сделанным, с замечательными текстами журнала «Домовой». Ну и, конечно, я не замедлила тут. Тоже, туда же, собственно говоря, и попытаться... Ну, собственно, там и началось ваше сотрудничество. Раньше она началась, соответственно, еще в 80-м каком-то там году в журнале «Советский театр», потом же был журнал «Домовой». И, в сущности, всюду, где я появлялся, первая мысль была о том, а вот сможет ли этот журнал описать Львен Степанов? Сможет ли этот журнал вынести этого автора? Ну что ж, я рад, что, так сказать, итогом всей этой истории стало то, что вы здесь, в нашей студии. И скажите, а вот роман «Время ночи» был какой-то инспирацией вот этого всего номера? Конечно, я обожаю этот совершенно роман. Я считаю, что это прямо вот одно из лучших произведений. Чуще одно есть. Ну, одно, лучшее. Лучшее, лучшее, безусловно. Вещь, которая меня абсолютно потрясла, и потрясла какая-то наша тупость и отсутствие слуха, когда эта вещь вышла. Мне казалось, она должна перевернуть сознание миллионов. Но, на самом деле, вышла она в лихую годину 92-го года. В 92-м году, да. В 92-м году. Ну, как-то было не до литературы, да, наверное. Я помню свой разговор с одной критикессой, которая входила в состав Букеровской премии. Я говорю, что же вы не дали? Что же вы не дали-то? Ну, это же лучшее, что есть и будет. Я услышала слова. Жирно будет есть. Ну, приблизительно в тех же выражениях мне тоже сказали. Ну, вот. Понятно. А вообще, Людмила Стефановна, вы себя считаете таким ночным писателем? Время-ночь. Время-ночь. Ну, это вообще как некая парадигма вашего, ну, не знаю, не всего творчества, как некий мотив. Дело в том, что трое детей. А дети, они только ночью не функционируют. Вы понимаете? Потому что загнать их всех, да, вот туда, где они должны быть после спокойной ночи малыши, то есть на этой фоне я начала писать сказки. Почему? Чтобы их усыпить. В том-то всё и дело. Значит, когда читаешь что-нибудь, книжку, ехали медведи, мама, и засыпаешь, потому что ты знаешь это наизусть. И как это всё читать, когда ты это всё знаешь? И ты засыпаешь раньше, чем дети. Короче говоря, значит, и ситуация такая возникла, что я приходила, книжки долой и говорила. Так, дети, тему, ну, мо, тему, ой. Ну, и начиналось поиски глазами по стенам. Будильник или там белая стена. Стена, да. Стена. Ну, в общем, короче говоря, на все эти темы я описала. В общем, короче говоря, я работала с Херезадой в течение 36 лет, потому что разница между старшим и младшим ребёнком была 18 лет. Когда ему было 18 родилась Наташка, 36 лет я отработала. Вот посчитайте, сколько ночей. Шехерезада, вы знаете, ключевое слово здесь произнесли. Шехерезада ведь тоже действительно ночной сюжет и, собственно, литература и творчество как продукт бессонницы, да? Как продукт бессонницы султана. Да, в общем, так, как бы сказать, но бессонница довольно относительная, потому что всё-таки, судя по всему... Он засыпал, да. Да, она его усыпляла, чтобы он, в общем, не махал в ятаганом, вот, и подвиг женщина совершила. Но «Тысяча одна ночь» — это где-то три года. Это, сами понимаете... Ни в какое сравнение. В 12 раз короче. Я очень хорошо помню ещё, так сказать, во времена ООНа 80-е, скажем так, как вы мне рассказывали, что свои вещи, я кажется, это были «Три девушки в голубом» или «Уроки музыки». Вы написали в ванной, сидя на стиральной машине, и, конечно же, ночью, потому что это был единственный способ всё-таки творить и творить вне зависимости от всех обстоятельств. Сейчас я привёз, секундочку. Значит, вы понимаете, что дети, которые загоняем мы в постель, они понимают, что сейчас самое интересное и начинается, в общем и целом. И когда мой средний ребёнок, Светя Павлов, присвоившийся фамилию наших предков Андреевича, к тому же, стал 16 лет, он основал журнал «Не спать». И, кстати, также начинается предисловие к этому специальному выпуску «Снобы не спать», написанное Николаем Усковым. И, ну да, и журнал «Не спать» тоже сейчас, по-моему, существует, я помню. Сколько лет уже, да. Я его держал в руках. Вот это вот очень интересный девиз «Не спать». Прекрасно, я даже не знал, что это ваш сын придумал для журнала. Он большую книгу придумал, название. Он вообще мастер придумал. Ну вот, и мне кажется, что это вообще девиз современной жизни, жизни большого города. Ведь это же такая очень городская тема, ночь. Она не деревенская. Знаете, на самом деле, если говорить об каких-то импульсах, ну вот кроме, естественно, творчества Людмилы Стефаны и её великого романа, одним из таких импульсов для создания этого журнала, и, будем надеяться, и книги, потому что, как правило, литературные номера потом становятся книгами, был фильм «Микеланджело Антонионио ночь». Я его посмотрел в довольно-таки таком уже взрослом возрасте, и этот фильм я совершенно восхитил. И мне показалось, что нужно какой-то омаж ещё и вот этому фильму, который, может быть, не так много людей помнят и видели, но между тем вот эти отношения и эти... Дело в том, что у этой ночи есть продолжение. Может быть, вы не в курсе, есть фильм, который был сделан к какому-то юбилею Каннского фестиваля, где все великие режиссёры или невеликие режиссёры, кому заказали, сделали фильм «Объяснение в любви кинематографу». Есть нам одна новелла, и кто не знает, тот не поймёт, но кто знает, сердце разорвётся. Потому что в старый кинотеатр какой-то адеон с облупленными стенами, с закрытой навсегда уже кассой, врывается женщина. Женщина немолодая, мы видим её со спины, мы понимаем, что-то вот в этой походке, в этих жестах, в этом распахнутом пальто, мы угадываем её, потом она поворачивается, мы узнаём, кого? Жанну Моро. Жанна Моро влетает в зал, пустой зал, облупленные, опять же, все эти кресла, продавленные, ни одного человека, и только в глубине сцены сидит некто, опустив голову. И она начинает говорить ему налог, и тут меня всё пронзает, потому что это монолог Жанны Моро из фильма «Ночь» Микеланджело Антонионе, когда она говорит ему, что ничего невозможно, что все отношения наши закончены, что любви больше нет, что мы должны расстаться и так далее, и так далее, и так далее. Всё, что говорят женщины, когда они собираются развестись. Вот. И когда уходят, или наоборот, когда они хотят удержать эту самую последнюю любовь. И вот в тот момент, когда она вздыхаясь от слёз, совсем иначе, чем она это говорила в фильме, когда она была молода и прекрасна, она, наконец, последнюю реплику бросает, мы видим, кто же сидит там. Там сидит, морчалый настроение. И он поднимает свои глаза, он поднимает лицо, и это какая-то уже голография, я не знаю, какая-то компьютерная графика, потому что, естественно, его уже не было в жизни. Кошмар. И он смотрит на неё вот оттуда и говорит, я люблю тебя, тоже самое, что он говорит Лиде в «Ночми кинуть». И вот я понимаю, что это великое кино, и это великие два лица, и в память о них я, собственно говоря, ну, Жанна, слава богу, жива, но, в общем, в этот фильм и этой страсти, которая, в общем, наполнена всё великое искусство, и был сделан наш журнал. И был сделан этот номер. Вы знаете, я вспоминаю другой фильм «Когда ночь», один из моих любимых фильмов, Джим и Джармуша «Ночь на земле». Это история пяти таксистов в пяти ночных городах. Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. И каждый раз это совершенно по-новому поданная история. Людей, которые садятся в такси, едут по ночному городу, и, собственно, ночь является здесь основным действующим лицом. Но для меня, я снова к этому возвращаюсь, ключевое понятие здесь – город. Потому что ночь, мне кажется, это очень городская тема, да, огни большого города. Город прекрасен своими окнями, своими окнами, да, как там у Цветаевой в огромном городе моем ночь. Из дома сонного иду прочь. Да, и люди думают, жена – дочь, а я запомнила одно – ночь. Вот, так что, мне кажется, это свидетельство урбанизации такое. Потому что, скажем, в прежние века ночь не имела такого большого культурного, социального, антропологического значения. Да, если не считать Варфоломеевское. Ну, да, это... Нет, ну, естественно... Это страшное происходило ночью, и они летали на Брокин, понимаете, а потом их топили и сжигали. Эти женщины, они выходили ночью. Это было пространство стихии, которое люди пытались ограничить. Ночь, вот так скажем. То есть кто пытался, кто там делает купол, тот пытался. А те, которые перебегали... Понимаете, я жила в деревне, скажем, да? Что такое ночь в деревне? Это обязательно надо залезть в окно к соседке, к рыжей. Понимаете, да? Вот что. И это тоже... И гулянка, гулянка с балалайкой или гармонью, под лещиной, а касание же жопы. Понимаете? То же самое. То есть и в деревню тоже ночь насиновали. В общем, я хочу сказать, что поэзия везде ночная. Но по поэзии, ну, я всё-таки на своём хочу настоять, попробовать, потому что освоение пространства ночи, такое, которое случилось в 20 веке, и которое случилось в городах, когда вот этот вот неумолчанный ритм жизни, то, что сейчас называется 24-7, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, он случился именно в городах. То, что ночь... Ну, я не знаю, то, что социологи называют социальной аритмией. То есть мы прекратили спать ночью, многие наши виды деятельности сместились на ночь, многие люди шопингом занимаются ночью, там, я не знаю, ездят по делам, потому что пробок нету. И сидят в сетях в основном. Как пробок не будет? Три часа ночи на Тверской пробка? Да, 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 да. Или на Новом Арбате. Всегда. И, конечно, интернет-пространство, которое действительно тоже как бы... Не имеет времени. Не имеет времени, но основная активность приходится на какие-то ночные часы, когда люди в этом пространстве, в этих сетях вдруг находят друг друга или не находят, но в любом случае ведут какой-то очень такой интенсивный диалог со временем и с кем-то, кто находится там по другую сторону. Это тоже нашло отражение в журнале. Есть несколько вещей, которые так или иначе связаны с нашим вот этим новым интернет-жизнью. Но вы знаете, я хотел обратить внимание... Я не знаю, насколько вы прочитали всё. Да? Не работает? Не работает. Нет. Алло? Я не слышу. Слышно сейчас? А вот сейчас слышно. Сейчас слышно, да-да. А вы, наверное, обратили внимание, что есть как минимум четыре текста, так или иначе связанные с ночью в поезде. Вообще вот эти ночные поезда, это целая-целая глава, которую мы каким-то образом для себя тоже открыли, потому что вот ночь, она тоже ассоциируется у меня во многом и вот с этим времяпрепровождением, когда ты оказываешься в такой почти интимной близости с своим спопутчиком. С полковником. С полковником. Об этом мы уже писали, да. Дело в том, что в декабрьском номере Людмила Стефановна напечатала замечательный рассказ, такой мемуар о ночи, проведённой в Красном Стреле, где её попутчиком был полковник. В нижнем белье, голубого цвета. Настоящий полковник. Настоящий, да. Он говорил так. Ну что, артистка? А я везла с собой, со спектакля ехала, везла с собой афиши. Пока я там ходила к проводникам и говорила, что я не могу с пьяным. Там вообще в одном купе, это СВ, мне достал Авербах, Илюша, в союзе комитетографистов. И когда они вошли, то на моей подушке сидели за дами, шинелями. Два провожающих. И две бутылки водки стояли пустые. А он сидел в нижнем белье голубого цвета. А не в шинелях, а он в белье. А он в белье, да. И я потом была осуждена с ним. Ну, я, конечно, села в коридор, и он кричал мне поэму Лермонтова Сашка. Артистка, слушай! Вот это всё было так. А утром, когда... Да, ну там ещё ночью было приключение, потому что там Бринкла... Он фанту с собой вёз, который вообще тогда был напиток богов. И она всё время чокалась с пустой бутылкой водки. И я не могла никак... Он уже дрых. И я взяла эту фанту и задвинула глубоко-глубоко под его видемести, под его вот эту койку. Да. Ночью слышу. Я ещё не сплю. И нету бутылки. И он ничего не понимает. И он начинает, видимо, размышлять, что же было. Что было? Может, я её разбил? Может, что... Короче, он в ужасе заснул. И я тоже заснул. Утром я встаю, посмотрела на лежащего в нижнем биле полковника, у которого вот такой живот вот такой был. И какая-то морковь. Я, в общем, выбежала в коридор. Он вышел в мундире, пошёл. И, наконец, встал рядом со мной и сказал... Я извиняюсь. Я говорю, пошёл в жопу. В общем, на все его предложения, там, меня подвезти, там, зайти куда-то ещё. Я говорю, он тоже всё время. И он дико боялся, что что-то произойдёт. И потом, когда я выходила, он ещё долго за мной следовал. В общем, это была история невероятная. Вот Серёжа её опубликовал. Это тоже... В общем, да, ночные путешественники. Особенно, да, главное, конечно, ночной маршрут российский — это Москва-Петербург. Красная Стрела. Самое потрясающее, что Красная Стрела, я, ну, естественно, как любой такой издательско-журнальный человек, ищутся какие-то спонсоры, находятся какие-то рекламодатели и так далее. Железная дорога. Мне казалось, это так всё совпадает с их ожиданиями. И вдруг я услышал скорбные слова. Это умирающий бренд. Красная Стрела. И уже никто не ездит ночью. Есть Сапсан. Так что в этом смысле всё непросто, и мне кажется, что что-то из нашей жизни безусловно всё время уходит. И вот вы говорите об этой бессонных этих ночах, ну, естественно, может быть, речь идёт о каких-то совсем молодых людях, которые так... Каких молодых? Я ещё не спала два часа. Да, да. С 7 до 9. А меня разбудил... Везде идёт ремонт. А вот такой вопрос меня очень интересовал. Да, матером. А сколько вы спите? Такое ощущение, что люди стали меньше спать. Вот расскажите, творческие люди. Знаете, я не знаю. Мастера культуры. Давайте вы. Ваши ночи интереснее моих... Ледвила Стефановна, да. Моих дней и ночей. Нет, ну, это... Мои дети очень... Меня вообще там воспитывают всё время. Вот. Но раньше семья не засыпала, к сожалению. 7 утра. И сколько спите? Сколько удастся. Сколько удастся. Ну, это же недолго, там уже дальше немногие дела. Да, дальше уже звоните Николаевич, когда сдадите текст. 4-5. В общем, вы понимаете, я обнаружила такую штуку, что вот это так называемое... Вот бывает дробное питание. И вот дробный сон. Дробный сон, да. У меня была подруга, потрясающий человек, детский врач, который работал на четырёх работах. У неё было четверо детей, четыре работы. И среди них одна раз трое суток, она дежурила ночью. Она была завприёмным отделением в детской больнице. А туда приносят совсем таких микро... Она была микропедиатром. И она не спала совсем. И когда я её спросила... Ну, а я не спала, потому что дети. Они же кричат ночью. Надо их взять на руки и таскать, чтобы соседи там с ума не сошли. И она мне сказала, «Люсенька, главное заснуть. Потом уже можно просыпаться». Вот главное погрузиться вот в это дело. Вот сейчас я прям сижу как пряник, а я спала два часа. За это время я написала две сказочки, прочла там дикое количество текстов. И хочу вам сказать, что с течением времени, наверное, вот эта привычка к дробному сну... А я ещё по этому поводу узнавала у специалистов, что происходит с людьми, у которых хроническая бессонница. Просто полная бессонница. Оказывается, они спят. Только они этого не замечают. Где-то сел и преснул. Вот я всё время говорю это слово «преснул». Не заметив этого. Ну да. И я понимаю, что это происходит с теми людьми, потому что всё-таки организм себя защищает. И вот это погружение мгновенное и выход, это и есть средство, как бы сказать, вечной жизни. Потому что вы же увеличиваете свою жизнь в два раза. Ну да, я вот этого хотел сказать. Ну, кстати, да, вообще, если философски смотреть, может, вообще мы спим и этого не знаем. И все мы сейчас тут в студии... Жизнь и сон. Кальдерон, да, Кальдерон, да? Так что мы все тут сейчас снимся друг к другу и все вместе снимся нашим слушателям. Страшный сон. Какие сны в том страшном сне приснятся. Да. Вот. Но вообще вот тоже вы очень важную вещь сказали. А действительно жалко... Я вот в какой-то момент, не знаю, где-то на рубеже там 30-ти, 30-ти с чем-то лет, понял, что ужасно жалко времени жизни тратить его на сон. Вот это, мне кажется, тоже одно из открытий 20-го, 21-го века, такой нашей паранойи, вот этой социальной аритмии, то, что хочется быстрее успеть больше, больше прочесть, больше написать, больше сделать. Такое количество информации вокруг тебя. А вы знаете, я хочу сказать, ответить вам, что на самом деле на селе, откуда, собственно, все города и прошли, пошли жить, да? Летом люди спали от заката до рассвета. Мало. Это называлось страда, и это 4 часа. А на севере это вообще почти ничто. На севере почти не спят. Я вот каждое лето езжу в Лапландию, я просто это наблюдаю, там. Люди отсыпаются зимой, а летом какая-то вот просто вот летняя лихорадка, вот эти вот июньские, июльские ночи. Они не добрали солнца, и вот, скажем, 2-3 ночи открыты бары какие-то придорожные, они пьют пиво, они стоят по поясу в воде в этих сапогах, ловят лосося и так далее. Солнце над горизонтом, и ты не понимаешь, что тебя развивается. А когда они сеют или когда они собирают, они вообще спят сколько-сколько, ну, солнечко нету. И, в общем, этот ритм, поскольку мы северная страна, в общем и целом, мы же северная страна, у нас долго заходит солнце. Это тебе не Индия, где упал и привет, и всё. Нет. И поэтому, видимо, где-то генетически у нас это имеется. Умение-умение мало спать. Умение мало спать и отсыпаться тогда, когда можно. Тогда, когда можно. Но я ещё хочу сказать, что в своём довольно-таки, я бы сказала, непреклонном возрасте, вот, я понимаю, что потребность, да, это как у Симонова. Подстарость каждого из нас, она на свой манер тревожит. Один сомкнуть не может глаз, другой открыть никак не может. Вот мы не можем сомкнуть этих глаз. Вот, и посему страшно большое количество успеваешь. Вот, понимаете, огромное количество, огромное количество работы можно сделать, в общем-то и целом. И для меня вот сейчас наша передача, как будто бы мне что-то как створки раковины открылись, и там жемчужина сидит. Потому что я поняла, что всё это недаром. Я мучаюсь, надо спать, надо спать, а потом я лягу, у меня блокнот, я начинаю что-то такое там, это самое, работать. Потом пытаюсь, ну, как-то себя усыпить каким-то чтением. Потом опять что-то приходит, и опять... И когда я следующую ночь открываю этот блокнот, я с интересом вижу три новых вещи в этом самом блокноте, это не успеешь и не сделаешь днём. Ну да, да. То есть сон, не знаю, может быть, вот я не прав. Это какая-то вот такая параноидальная, западная, может быть, культура. Для меня кажется это потерянным временем, время, которое украдено у жизни. Может быть, какой-нибудь буддист скажет, что это не так, что сон это такая же часть жизни, как и жизнь. Сергей, вот вы как считаете, сон это потерянная жизнь или это нормальная? Ну, это прекрасное время, на самом деле. И, наверное, самый счастливый момент в моей жизни, это тот, когда я отключаю все телефоны, мне не надо никому звонить, мне не надо ни с кем, ни о чём говорить. И я могу, я ложусь спать, и я жду этого сна, я жду этого момента. На самом деле ничего творческого, ничего из, ну, наверное, таких гениальных людей, как вы, что-то происходит. Ну, людей гораздо менее одарённых, не происходит ничего. Всё происходит по утрам. На Серёже столько работы, что он действительно отключается. Поэтому у меня нет никакого сожаления по поводу того, что я чего-то не успеваю. Да и всё, что должно произойти, всё произойдёт в своё время. А сны вам снятся? Ну, сны снятся, но, как говорила Анна Ахматова, нет ничего скучнее, чем рассказы о собственных снах. Вот, поэтому... Это из фильма Гумиэля. Господин Поконик, решите, я расскажу вам свой сон. И начинается. Самое прекрасное там, что есть, это вот проход по этой спящей улице, где слышен гомон, но не тут, где нет потолков, потому что с потолка сыплется песок, где всё умерло. И с этого момента, когда я увидела этот фильм, у меня началась такая фантастическая вещь. Собственно говоря, целая вереница вот этих вот... Снов. Снов, перешедших. А вам, да, вот вам какие-то творческие сны бывают? Сны, которые были, воплотились затем в тексты? Of course. То есть вы можете, вам может присниться сюжет, вам может присниться стихи. Я как-то однажды была на фестивале в Алма-Ате, это какое-то дикое совершенно было дело, потому что на завтрак каждому ставили бутылку водки. Как? В гостинице? Да. На завтрак. А что за... А что ещё раз, извините, за события были? Это был фестиваль Евразии. Соединились все. Ну, евразийская тема такая. Да, соединиться, да, да. И когда я помню, мне каждый день приносили ещё на ночь бутылочку. И я оказалась обладателем целой коллекции, я была там член жюри. Значит, и когда мы утром улетали, я увидела Давида из киевской студии мультипликации, который в Рунгеле делал, я ему говорю, Родик, у меня бутылка есть. Он говорит, да. Уже всё прям износом шло. Так вот, так вот там я держала при себе, значит, тетрадку, ну, как всегда, около, чтобы, мало ли, и просыпаюсь ночью, а у меня там стишок. Я, значит, начинаю корябать без света, потому что думаю, зажгут свет, вообще не засну. Корябаю, корябаю, корябаю. Про то, как два яйца подрались. Два крепких варёных куриных яйца решили сражаться с любого конца. Один подставлял свою щеку, другой решил, что сражаться он будет ногой. И так пошло. Кончилось дело на том, что, оставив шилаты свои на столе, они погрузились в салат Оливье. Вот это мне приснилось просто чётко. У меня даже эта тетрадка есть, вот криво-косно написанная вот этими крупными буквами ночными. Слушайте, а вот такой вопрос. Это продукт вашего мозга, то, что вы записывали, или это то, что, вот я не знаю, многие творцы... Да, диктант, то, что существуют тексты, написанные где-то во Вселенной, и ночью во сне вам открывается канал, и вот через этот канал они проходят. Сейчас скажу. Значит, у меня просто есть цикл стихов под названием «Парадоски». Ну, там, и вот последняя из этих слабость — это самый сильный диктат стихии. Это с пропусками диктант. То есть это диктант. Абсолютно чётко. Абсолютно чётко. Я совершенно просто работаю приёмником. Да, очень многие творцы это говорят. Здесь потрясающий совершенно рассказ Борхеса про Колриджа, которому признился Кублахан поэму Кублахана. Несколько строк он не успел. То, что он успел записать, проснувшись, то, собственно, и стало поэмой. И на этом и дальше, и дальше она обрывается. Это вот как идея Карла Поппера есть, философа, что есть третья вселенная. Да, вот это мир знаков и текстов. Ну, как у Вернадского, совершенно чётко, это ноосфера. Ноосфера, да. Это не есть демиург, а это есть множество демиургов, творчество которых там клубится, видимо, которые рождают, ну, как у Лема, вот рождает эта клубящаяся масса. Как мыслящий океан, да? Что-то, да, что-то. Только мыслящий океан наверх, а это всё вниз идёт. Я всегда своим студентам говорю, иметь при себе бумажку и записную книжку. Второй раз не пришлют. Второй раз не пришлют, да. Всё точно, всё точно. Ну что ж, о том, что присылает нам ночь, о тех посланиях, которые в ней заключены, поговорим после небольшой паузы. Так, ну сейчас давайте сразу продолжим. Или, как говорят, старый актёр, который стал этим самым, ну, который сидит в окошечке этот... Суфлёр. Суфлёр. Да. Пауза лезет в окно. Пауза лезет в окно. Ну, а повторите, это сейчас мы это запишем для эфира. А я уже не повторю. Нет, нет, пожалуйста, хорошее начало. Пауза лезет в окно. Да. Так, надевайте, пожалуйста. Всё, мы продолжаем записывать. И снова добрый вечер. Это программа «Археология». Вернулись мы после небольшой паузы. И вот в этой самой паузе Людмила Стефановна рассказала такой анекдот. И напомню, что у нас в студии Людмила Стефановна Петрушевская, прозаик, драматург, певица, и Сергей Николаевич, замглавного редактора проекта «СНОП». Нет, главный редактор журнала. Слушайте, да, тут у меня просто всё тут написано. Главный редактор. Вы, пожалуйста, не уменьшайте. Сейчас переговорю. И не уменьшаемо будете. Да. Потому что всё абсолютно хорошо. Повторяем, да, да. Так что напомню нашим слушателям, что в гостях у нас Людмила Стефановна Петрушевская, прозаик, драматург, певица, и Сергей Николаевич, главный редактор журнала «СНОП». И вот сейчас Людмила Стефановна про паузу нам рассказала такой старый театральный анекдот. Да, вообще в театре столько происходит замечательных вещей. Например, один уже престарелый актёр, его сослали быть суфлёром в окошечко такой под сценой. И он читает, он же читает текст, и он читает. Пауза лезет в окно! Пауза лезет в окно, да. Так что пауза состоялась в нашем эфире. Мы продолжаем говорить о ночи, о её социальной, её культурной составляющей, в частности, о бессоннице. Да, вот мне кажется, что бессонница, о которой мы сейчас говорили, это своего рода ритуал творческого человека, да, вот как у Пушкина. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов один... Как там, ход часов лишь однозвучный, да. Ход часов лишь однозвучный, раздаётся близ меня. Мне кажется, всё это дико индивидуально, на самом деле. Кто-то творит ночью. И это действительно вот такой час чья, да? Время чья. Восемь часов. Да. А кто-то... Я читал, например, я помню дневники Юрия Нагибина, который говорил, что он не физически не в состоянии что-либо писать ночью. Советский писатель всегда имел письменный стол с письменным прибором, чернильница, туда-сюда, дверь, обитая дермантином, с той с другой стороны, у телефона дежурит жена, все ходят на церлах, значит, у него стоит пишущая... Нет, даже не пишущая машинка, а то её слышно, а лежит там рукопись, там на какой-то странице, а он спит. Это вот, понимаете, он встал, что-то почесал в этой самой лысине. У меня был один знакомый, фантастический человек, мы были вместе в Дублтах, на драматическом симпозиу. Ну, не драматическом, а драматургическом, конечно. Он утром приходил и говорил, какой я вчера строчку написал, блин. Я за день вообще пьесу одну строчку. Причём, когда к нему пришли в гости, он показал альбом, в котором он писал. Ну, там, допустим, пьеса называется, пьеса называется, допустим, «Волк на дереве». Детская. Он детский драматург. И, чтобы не перепутать, он писал цветными карандашами и каждую роль отдельным карандашом. Скажем, волк был синий. Ну, вот. Ну, и, соответственно, зайчик был там зелёный. Но, чтобы не перепутать, это был ритуал, понимаете? Реатург. Он был очень богатый человек. Всё издавал. Да. Всё издавал. Шло. Всё шло. Всё шло. В общем, да. У всех всё по-разному. Всё по-разному. Кто-то не ночной человек. Ну, вот, я не знаю, если говорить, скажем, социально, такой креативный класс, мне кажется, люди очень гораздо больше распоряжаются пространством ночи, люди творческих профессий. Да. И, ну, я не знаю, посмотрите, я не знаю, те, кто в клубах, те, кто в кафе каких-то ночных сидит. Это все творческие. Да, все творческие. Ну, по крайней мере, они считаются людьми творческими профессиями. Да, 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 да. Ну, в общем, короче говоря, как купцы, да, к яру, а потом к цыганам. И тот же самый Пушкин, ведь он ночами играл. Он играл, он к концу жизни проиграл огромное состояние. 30 тысяч рублей, по-моему, да. Это, это, когда корова стоила там 50 копеек, при том, что он был нищий. Вы понимаете, он каждую ночь играл. Ну, как сейчас, все ночью сидят в интернете. Ну, вот, ночь. Ночь, это пространство греха, тогда выходит. Пространство, если день, это пространство ясности, какой-то нормативной, так, нормативности, морали, света. скучной бытовой ясности. Ты будешь кашу. Видал я твою кашу. Ну, слушай, нельзя так с мамой разговаривать. Мам, я не могу, я в школу опаздываю. Вот такие разговоры. Это утро. Это утренние разговоры. А ночь, это пространство трансгрессии такой, да, тот же Пушкин играет, люди, я не знаю, в интернете тоже, я не знаю, какие-то чувственные, да, там вещи. Я сейчас вам краткую историю жизнетворца, что называется. жизнетворца, да. Я жила в городе, ну, в деревне Випперсдорф в Германии. Это был дом для писателей, художников. Я называла это психбольница. Невозможно было вообще существовать. Значит, днём работали, а ночью я играла в пассианс косынку. Вкончил дело тем, что меня увезли на 4 дня в реанимацию в германскую, за что я заплатила 2,5 тысячи евро за 4 дня. Нет, делиться, должен делиться на 2400. Короче говоря, значит, вернувшись домой, я решила с этим делом завязывать, потому что невозможно. Нет возможности. Так настолько увлекает, что я даже вот выиграв, редко это бывает, я говорила себе, и что, это же не повод для того, чтобы заканчивать. Короче говоря, я пришла в свой издательство, тогда я ещё работала в Эксмо, и говорю, вызовите мне, пожалуйста, ваших сисадминов. Пришли двое из ларца такие вот, где-то из подвала поднялись. Я говорю, уберите, пожалуйста, у меня игры все. Они говорят, да пожалуйста, в корзину. Нет, я говорю, из корзины я достану. Они ушли. Потряси на компьютере. И диким хохотом мне принесли пустой компьютер без игр. Короче говоря, я хочу сказать, что это, вы понимаете, Пушкин был прав. Невыносимо хочется играть. Скоржено. Очень хочется играть. Понимаете? И этому посвящены ночи очень многих людей. Они пустые, они нетворческие. Но я хочу сказать, такое удовольствие выиграть, это победа. Вот человек сидит, совершенно никому не нужный, незаметный. Ну, там где-то он служит. И он все ночи подряд побеждает. Никому расскажет. Понимаете, когда вы решили чудовищный, трудный сканворд или судоку, в которой вообще написано только 3% населения земного шара, там там прямо написано. И ты решил, ты же счастлив. И это такой соблазн страшный. Вот это ночные делишки. Ребята, это очень неконструктивно. Теряет человек все. Я вчера задумалась над тем, как, собственно говоря, человек борется со своим даром. Как он себя уничтожает, чтобы больше ничего. Потому что, вот, допустим, певец пьет. И что? Что там будет утром-то? Поэт играет, художник, извините, пожалуйста, по бабам шляется. И что у него там будет утром? Ну да, то есть в этом смысле ночь это какое пространство реализации своих каких-то скрытых пороков, которые скрыты в течение дня, которые реализуются, которые человек реализует ночью. Значит так и дальше продолжается это и днем. Страсть к женщинам и так далее. Почему? Днем у человека есть обязанности какие-то. Вот этот вот, как потютчивый, да, накрыв вот этот вот покров золотатканый на всю эту бездну. А ночью открывается вся эта бездна из мира рокового ткань благодатного покрова. Открылась бездна без полна. Ну это уже, да, это уже Державин. А эта бездна такая, это тють... Ломоносов. Тють, да. Знаете, что на тему бездны вы заговорили про бездну. Дело в том, что мне не хотелось, чтобы незамеченным осталось вот после нашего разговора одна публикация вот как раз в нашем номере. Связана она с романом, который называется Blue Nights Синее ночи. Его автором является Джоанн Дидион. Это очень... Страшная. Серьезная, знаменитая, трагическая писательница. писатель, прозаик. Поразительная судьба, потому что, казалось бы, все, все блага мира, все успехи, все, все в этой жизни было у нее. Она как-то очень рано прославилась, она принадлежала к элите американского общества и была всеми любима. И вот последние годы, вот эти самые нулевые годы, на нее обрушились просто один за другим страшные удары. в начале умирает ее муж и буквально через полгода умирает ее дочь. Она написала роман, небольшой роман, который назывался One Year of Magical Thinking. На самом деле, мне нравится перевод «Год, когда я верила в чудо», но на самом деле это, наверное, не очень правильно и Василий Арканов перевел это как год магического мышления. А сравнительно недавно вышел вот этот роман Blue Nights, который я, фрагмент из которого печатается в нашем журнале, и это отчасти продолжение такая этой истории. Человек пытается выжить и размышляет о ночи, и размышляет об этих синих сумерках, в которые постепенно растворяется твоей жизнью, и все уходит, кроме боли и кроме ощущения своей вот абсолютной беззащитности перед этими ударами судьбы. И в то же время я очень хорошо помню вашу какую-то реакцию, Людина Суфановна, вот на ту публикацию One Year of Magical Thinking, когда вы сказали «Все равно надо жить». Ну, потому что я через это тоже прошла. И умер муж, и умерла внучка в 17 лет у меня. И как жить, после этого матери, отцу, детям жить надо. Ну да, ночью и ночью это наваливается, потому что ты остаешься наедине со своей болью, со своими... Вы знаете, вот это тоже похоже, я думаю, очень сложное время это ночь в больнице, потому что когда... Ой, кошмар, да. Когда днем все эти процедуры, что-то кажется движется, на тебя обращают внимание, а вот последний обход, последняя кормежка и темнота, и вот это вот остается абсолютно пустые коридоры. Храп соседей. И храп товарищей моих. Я могу сказать, что вот буквально так сложилось. Я был ночью в больнице, нужно было отвезти маму, которая страшно порезала руку, буквально порезала вены, это случайно все произошло. Ей предложили там остаться, она не захотела, но это все происходило поздней ночью, буквально ночью. И мы шли, я помню, через вот эти коридоры, в которых лежали... Это люди на кроватях, и это были стоны, и это были какие-то вопросы. Безногие. Это так... С одной стороны, знаете, в этом было дыхание жизни. Несмотря на всю эту ночь, на все эти страдания и ужасы, которые вдруг вот в одночасье, одну минуту на тебя обрушились, все равно вот эта ночь дышала голосами. Тело, как оно есть. Да, 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 и пробуждалась. Я еще хотел чуть-чуть сказать про Джоан Дидион, потому что есть пьеса, которую она написала сама. Это пьеса-монолог. Вот женщина, которая теряет все. И поразительно, что Василий Арканов, который перевел и Blue Nights вот для этого номера, перевел и эту пьесу. И сказал, ну, слушай, ну, надо какой-нибудь великой русской артистке ее дать сыграть, потому что играла Ванесса Рейдгрейв, и играла с каким-то колоссальным успехом на Бродвее. И спектакль, который должен был идти, там, месяц, шел четыре месяца, и только потому закончился, потому что Рейдгрейв надо было сниматься. А вы знаете, я дал эту пьесу почитать Алисе Сергеевне Демидовой. Ну, как-то мне казалось, типажно похож. И она мне ее вернула, словами, что, конечно же, я никогда это играть не буду. Я говорю, слушайте, ну, Ванесса Рейдгрейв-то сыграла, и ничего. Ну, говорит, ну, наверное, западные актеры, они как-то не пропускают эту историю для себя, через себя, и им, наверное, это проще. А вот русская школа это не предполагает. Но вы знаете, как ни странно, страшные слова Демидовой, они сбылись очень скоро. Потому что спустя два или полтора года я увидел это на экране телевизора, как Ванесса Рейдгрейв не может выйти из машины, потому что она должна идти и принять решение вместе с мужем, своей дочери, о том, чтобы ее отключить от всех этих жизней поддерживающих каких-то препаратов. Наташа Ричардсон как раз погибла вот сразу, ну, где-то через полгода после того, как закончились спектакли «Один год магического мышления». И к тому, что это, конечно же, вот ночью, когда творец вступает в этот диалог и в этот спор и вообще позволяет себе эту связь, он, конечно, очень рискует. И это... Вызывается, да. Вызывает эти силы на себя и пропускает их через себя. Да, но я видела же фотографии с похорон Наташи Ричардсон, и они все улыбались. Они не позволили себе на глазах у публики горевать. И помните, как... Да, и они были в белом, да. Как маленький сын Кеннеди отдавал честь. Да, знаменитая фотография. Это их мужество, удивительное мужество людей, которые нам не свойственны, к сожалению. Да. Ну, потому что ночь еще, если возвращаясь к нашей теме ночи, ночь-то еще время страха. Вот у вас, скажем, тоже в этом номере тема страха очень хорошо отработана. Здесь и вот Старобинец такой, так сказать, отечественный хоррор наш. Такой хороший. Терехов такие вот страшные такие ментовские сказки, как это все происходит ночью. Лесомыф, да, его рассказы. Ночной дозор тот же. Вот. Ночь — это время теней, да, но время-время страхов. Вот я сейчас хочу, Людмила Стефану, еще раз спросить вот относительно время ночи. Я думаю, что не ошибусь, для вас это такой один из основополагающих, основополагающий текст. Знаете, основополагающий — тот, на котором сейчас работаешь. Ну, в корпусе всех ваших текстов. Да, я просто вот тут позволю себе как обратить внимание на то, что тут опубликован тоже и мой текст. Ну, сейчас мы да-да, доведем до него. Вот. И это фантастический роман. Здесь все происходит ночью. Он происходит ночью. Да, и это именно ночь, как некий инструмент, как некое пространство, в котором обнажается изнанка человеческих отношений. Для вас ночь — это вот это, вот именно изнанка? Нет. Это ночь, организованная правительством. Ночь казни. Ночь казни. И весь город должен казнить двух людей. Женщину и парня. А, вы сейчас говорите о новом романе. Да, да. Вот. И это ночь, в которую попадают и случайные, вот как эта героиня, и специально идущие люди. И все должно произойти тогда, когда взойдет солнце. Но подготовка вся эта ночью. И здесь, как бы сказать, как бы руководство, правительство организует эту, ну, я не знаю, ночь длинных ножей, или, да, вот эту вот, с тем, чтобы пробудить в людях страстное желание мести неизвестному человеку. Роман называется «Фармак». Фармак — это то, от чего происходит слово «фармацевтик», это лечение. Когда каждое отпущение берет на себя все грехи, его убивают, успокаивается нация. У нас есть сейчас три овечки отпущения. То есть некая тоже такая ночная история, которая... И, знаете, это, наверное, последний вопрос, который я хотел задать, он для меня очень важный, который я хочу понять. Россия сегодня — это ночная или дневная страна? Потому что, например, я знаю, что Советский Союз в период своего АКМЭ, вот в этой акматической фазе, как сказал Богомилёв, он был таким утренним солярным дневным проектом. Утро красит нежным светом, вот это вот институт солнца. Конечно, была изнанка, ночи и чёрной Маруси, которые ждали у ворот. Но в своей идеологии Советский Союз был таким достаточно дневным проектом. Хорошо, а нынешняя Россия дневная или ночная сущность? Для каждого своё. Для каждого своё. Но поскольку, извините, пожалуйста, идут огромные нефтяные потоки, несущие в себе эти вот... Тёмные энергии. Нет, не тёмные энергии, а просто бумажки. Деньги. Да, бумажки. И за эти бумажки можно не спать. Можно не работать. Можно не работать. И многие работы не работают. Офисные люди сидят и производят то, что непокупаемо, определённо непокупаемо, но они это производят, получают зарплату. и это та самая прокадабрическая ситуация, когда человек получает деньги за отсутствие продукта. Дня. Дня нет, потому что нет работы. Нет работы, да, да. Ночь, зато есть. Виртуальные деньги. И может быть, да, вот то, что вы сказали сейчас, то, что, да, у нас назвал классик «власть тьмы», то, что происходит у нас с Пуси Райт со всем этим, так сказать, тем бракобесием, которое поднялось в России в последние месяцы. Буквально за полгода, я думаю, с привоза пояса Богородицы. Вы знаете, какая история? Инквизиция. Вот, это ночная, по-моему, достаточно тема. инквизиция. Ночью горели костры. Ну да, да, можно и так это всё интерпретировать, хотя для меня, на самом деле, если говорить об образе нынешней России, да, то это, конечно, это вот эта бесконечная пробка, это бесконечная... Пустая трата времени. Пустая трата времени вот этих стоящих машин, там каких-то водителей или самих владельцев этих машин, и вот это какая-то, вот это алая марева над всем этим. Знаете, я даже сделала пластинку, которую хотела назвать сказки для пробки, чтобы люди хоть что-то делали, слушали сказки. Я всё время всем дарю диски с записями уроков английского. Никто не слушает, они все переживают. Может быть, ваши сказки, может быть, сказки для пробки, да, я надеюсь, что наши слушатели сейчас всё-таки у нас летний эфир не стоят в пробке, но, так сказать, я думаю, что ваши сказки для пробки найдут своего слушателя. Ну что ж, спасибо. Я хочу вас поблагодарить за участие в этом эфире. Журнал «Сноп» это Людмила Стефановна Петрушевская, прозаик, драматург, певица, один из авторов вот этого спецномера журнала «Сноп» про ночь. И его вдохновитель и главный редактор журнала Сергей Николаевич. Ещё про пластинку, надо сказать, как наша вообще особенность. Про пластинку, да, про пластинку сказали. Ну что ж, ну а я благодарю всех, кто нас слушал. Это была программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В городе 10 вечера, наступает ночь. Так что желаю вам ночи, наполненной смыслами, откровениями и любовью. Продолжение следует...